Мы сидим, ждём нас от такси. Индициональный трансфер слишком дорого. Табло, короче, одно не работает. В Дьюти Фри будет одна палатка какая-нибудь стоит с бабушкой, которая будет сидеть там и говорит, типа, покупайте пирожки нелячие, пирожки греческие. Аэропорт. Он такой он большой. Мы загрузились. Мы сидим, ждём нас от такси. Мы должны приехать в час. Нам ещё укротит где-то минут 35. Ждём индивидуальный трансфер. Мы выезжаем из отеля. Всё, отпуск заканчивается. Я хочу уезжать, потому что меня ждёт ещё через месяц Турция, а кого-то Дагомыс. Кого-то ждёт Дагомыс, а кого-то тут. Да, вот. Вот там вот стоят наши чемоданы. Сейчас мы будем ждать на спектакле. Едем домой. Мы приехали в аэропорт Родоса. Приехали мы сейчас полвторого. Вылет у нас в 4.40. В 4 заканчивается регистрация, в 2.00 она начнётся. То есть у нас уже полчаса до регистрации. Вот. Доехали мы сюда на такси. На самом деле мы просто брали индивидуальный трансфер в турфирме. Но скажу вам сразу, что индивидуальный трансфер слишком дорого. Такси от аэропорта до нашего отеля, вот Митси и Салила, стоят 35 евро. То есть, в принципе, это недорого. Ехать здесь буквально 20-30 минут. Вот. Поэтому, на самом деле, проще не заказывать никаких трансферов. Даже не платить групповой трансфер, потому что групповой трансфер и тот выйдет вам дешевро и дороже. А просто взять такси. Тем более, если вы едете, допустим, в компании. Там из 4-х человек 35 евро на 4-х это вообще будут копейки. Вот. Поэтому, мой вам совет, берите такси. Цены в такси фиксированные, все фиксированные. Поэтому, они, как бы, вам не имеют права назвать цену больше, чем она есть в действительности. Так что, не бойтесь здесь брать такси. Никто вас не обманет. Никто там лишнего не насчитает. Вот табло вылет. Но это здесь... Табло, короче, одно не работает. Одно табло сломано, поэтому пойдем к другому. Вот здесь вот туда вот. Дойдем и снимем. Там, короче, наш этот... Наш вылет, наш рейс должен быть. Вот. Ну, блин, здесь, наверное, отсвечивает, и нихрена не видно, но... Но, поверьте мне на слово, вот 1640, S7, стойки 2628, шестой выход. Вот. Так что, короче, вот так вот. Вот здесь вот, вот эти вот стойки. Вот они, они. Будут регистрация. Ну, пока она еще... Она начнется за два часа до вылета, так что еще пока рано. Ну, вот. Поэтому мы пока шлепаем дальше, посмотреть, что здесь есть. Туалеты, пассажирный контроль. Вот так вот выглядит аэропорт. Регистрация. Все люди бегут. О, там какие-то штуки. Вот здесь вот так вот. Будем. Здесь, короче, кафетерий. Кофе. Здесь все те, кто не успел купить какие-то штучки различные. Магнитики. Видите. И еда. Вон там, смотрите, там еще есть кафешка. Вот. Там еще на улице кафешка. Можно тоже посидеть, поесть, попить. Ага. А вон еще, посмотрите, здесь городской автобус будет. Вот так вот. А, жвачку надо, кстати, спросить. Надо, кстати, спросить у мамы жвачку, брала она или нет. Потому что мы купили специально жвачку, чтобы у меня не закладывало уши. Но куда вот ее дели, я не пойду. Потому что она была у мамы. И, как говорится, не факт, что она ее взяла или не упаковала ее в чемодан большой. Вот. Поэтому, если вдруг она ее не взяла, надо здесь купить. Потому что это уже закладывает. Очень неприятно. Неприятности мы переживем. Так что пока на наших стойках регистрации тишина. Пошли мы в паспортный контроль. В Греции это все как-то очень просто. Вот. И сейчас пошли в зону дьюти-фри. Кстати, очень большая зона. Вот такая вот огромная. Я думала, здесь аэропорт такой маленький, что здесь дьюти-фри. Будет одна палатка какая-нибудь стоять с бабушкой, которая будет сидеть там и говорить, типа, покупайте пирожки греческие, пирожки греческие. Вот. Но нет. Огромный дьюти-фри. С кучей всякой, всякой всячины. Поэтому сейчас мы здесь посмотрим по ценам. Ну, по ценам я вам скажу. Если я сейчас что-нибудь найду, то что было в нашем дьюти-фри. И здесь, ну, вот, допустим, из 7 Аки здесь стоят 56 евро. Ну, вот не помню, я сколько они стоили у нас. Я хочу найти Маскина. Если я найду сейчас здесь Маскина, то... Прошли искушение дьюти-фри. Так вот сидим, ждем покупки. Вот. Сейчас мы тут вот так вот выглядит аэропорт. Вот такой он большой. Вот. В принципе. И все. Вон там стоят самолеты, которые прилетают сюда. Вот. Вот. Зона посадки. Короче, там еще продают еду, если для тех, кто проголодался вдруг. Или захотел поесть, попить. Так что вот так. А мы будем сдать. Мы будем сдать посадки. У нас посадка должна быть в 16.00, по идее, через полчаса. Так что, короче, сидим, ждем. Мы загрузились. Мы ждем до загрузки багажа. И выезжаем в Москву. Пожалуйста, я сколько-то желаю. Я сколько-то желаю. Я сколько-то желаю. Я сколько-то желаю. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова